Всем привет, ребята! Сегодня я хочу поговорить о таких вредителях, которые досаждают нам в зимнее время в домашних условиях и летом тоже в условиях закрытого грунта. Это, конечно же, клещи. Первый враг это паутинный клещ. Это такая зараза, которую можно сразу не заметить, если не знаешь. Он постепенно размножается и угнетает ваше растение. Вот я здесь на своих гортензиях заметила первые признаки. Вот такие точки. Это вот он уже злодействует. Чем же я борюсь с этим недугом? А борюсь я с ним вот таким средством Тиавиджет. Это средство на основе серы. Да, обыкновенной серы. Что такое серы? Это вещество природного происхождения. Она находится в окружающей среде повсеместно. И не наносит никакого вреда. Ничему живому. Серу можно вносить под растения, которые любят кислый грунт, в достаточно больших количествах. Это такие, как гортензия, голубика, рододендрумы. Это связано с тем, что сера, видоизменяясь, превращается в кислотное соединение. Таким образом, мягко раскисляя почву. А самое главное, серы являются отличным акарицидом, инсектицидом и фунгицидом. Если распылить серу на растения тонким слоем, то при благоприятной температуре, это свыше 20 градусов, она начинает испаряться. И вот эти вот пары губительным образом действуют на вредителей и болезни. Но при этом, не нанося вред ни здоровью человека, ни полезным насекомым и ни микрофлоре. Но слишком часто тоже не стоит использовать препараты на основе серы. Во всем нужна мера. Помимо растительных клещей, сера отлично действует на таких вредителей, как трипсы для земельный комарик. Вот буквально вчера, заметьте, первые признаки клеща, я обработала свое растение. У меня здесь было уйма земельного комарика. Сегодня уже его вообще нет. Ни одного нету. Я просто вот сама в шоке от такого. Потому что мало какое средство может так быстро подействовать от комарика. Потому что тоже он нам часто досаждает. Это мошка черненькая такая, кто не знает. Но в первую очередь для меня самое ценное то, что это средство убивает паутиного клеща. Потому что это та еще зараза. А все препараты химические, которые мы в основном пользуемся для борьбы с ним, очень токсичны не только для растений, но и для человека. Также из-за того, что Тиавиджет отличный фунгицид, он очень любим виноградарями. Многие виноградари его используют. Все почти. Ну не знаю, как все. Срок ожидания у него один день. Вы только вдумайтесь, один день по сравнению с другими фунгицидами, где срок ожидания 3-4 недели. И вот поэтому я думаю, что такой препарат должен быть в аптечке у каждого на первом месте. Это старое проверенное временем средство, но оно сейчас незаслуженно забыто. Еще бабушка мне рассказывала, что раньше препаратами брали коллоидную серу и применяли его при лечении ужного клеща у собак и кошек. Просто вдывали серную пыль через трубку или кулек в слуховой аппарат. Почему я использую именно теавиджет, а не коллоидную серу? Потому что для меня он намного проще в применении. Он имеет мелкодисперсную структуру, очень мелко, и очень хорошо растворяется в воде. При этом ему не нужны дополнительные прилипатели какие-то или мыло, ничего не нужно. Обработку такими препаратами стоит проводить до цветения или до появления плодов. Но даже если попадет он на плоды, ничего в этом страшного нет. Он оставляет такую белую пленочку, которая очень легко смывается. Так что попробуйте этот препарат, и я думаю, что вы останетесь довольны им. Вот так вот он еще раз называется. Защита крыжовника смородины, яблоней, груши, роз, от болезней и паутинного клеща. Вообще, я думаю, что аналогов нету вот таким препаратам. Как он разводится. Одна чайная ложка на 2 литра, по-моему. Шикарная вещь. За зиму я провожу где-то 3 обработки. На всякий случай. Даже если я не вижу никаких признаков клеща. Но я не хочу рисковать. Обрабатывать надо со всех сторон. Обязательно с обратной стороны листа. Очень хорошо обработать. Некоторые берут, прям все растение макают в ведро. С этим средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...